Приветствую на моем канале и сегодня я хочу вам рассказать об ошибках аргончиков которые встречаются на первых парах то есть ошибки непосредственно которые связаны с тем что может быть забыл или там неправильно прочитал инструкцию или вообще ее не прочитал сегодня речь пойдет о регуляторе давления который устанавливается на баллон то есть регулятор давления аргона и подачи аргона что я сделал в первую очередь когда я его купил и приехал с ним домой я его разобрал манометры выкрутил посадил и клапан посадил все это на герметик потому что по заводу у меня было такое что манометры где-то недокрученные или где-то плохо посаженные в итоге стравливает давление с редуктора далее для того чтобы правильно ориентироваться во первых прочитайте инструкцию по использованию редуктора во вторых вот здесь мы видим до черная шкала вот по этой черной шкале я регулирую свой расход аргона для того чтобы регулировать по этой шкале скажу вам здесь вот под этой шайбочкой стоит или не помню же мне по моему даже стоит жаклер чик так называемая регулировочная шайба ее нужно вывернуть но прежде чем вывернуть пометьте ее сторону которую вы будете выворачивать сделать это маленькую маленькую рисочку сбоку от отверстия там или еще где-нибудь но на самой плоскости шайбы переворачиваете эту шайбу другой стороной вкручиваете ее обратно и расход у вас будет меряться по черной шкале для чего потому что здесь изначально в этих редукторах по заводу заложено так вот не знаю как они вот так вот делают правильно неправильно но сделано так что будет у вас повышенный расход газа обязательно переверните эту регулировочную шайбу далее бытует мнение что вот есть тут холостой ход вы не путайтесь ребята потому что в баллоне если вы его думаете что вот это вот это нормально после холостого хода идет рабочий ход клапана то есть который открывается вот он газ у нас пошел бытует мнение такое что можно баллон оставить вот в таком положении сделал виток полтора и все нет ребята открывайте баллон всегда до конца потому что вы столкнете с проблемой еще одной где у вас будет стравливать из-под самой вот этой вот регулировочной или как там правильно от нашего через наш вертелик можно сказать да через посадочное место там где стоят резиновые уплотнители она будет подтравливать когда вы доворачиваете его до верху он более уплотняется и тем самым не дает ходить газу вот далее смотрим вот мы видим да у нас в баллоне сейчас на данном месте 60 атмосфер для того чтобы регулировать ребята сразу же вот когда вы только привезли редуктор домой взяли и вот этот вертелик открутили до свободного вот такого вот вращательного движения чтобы он вот так вот вращался свободно потому что когда вы первый раз откроете и допустим кто-то не знает первый раз откроете точнее вентиль вот этот вот у вас просто повалит газ со всех щелей потому что вы у вас будет по заводу этот вентиль закручен вот сейчас я его подкручиваю и видите как стрелочка поднимается на манометре то есть я могу дать больше я могу дать меньше обязательно дорегулировать сколько вам нужно то есть вот этим вентилем далее когда вы уходите обязательно выкручиваете этот вентиль до холостого положения вот она когда вы его вращаете спокойненько там одним и там вот так вот двумя пальчиками то есть это вы знаете что газ у вас дальше не поступает и всегда закручиваете баллон потому что есть такие косяки тоже сталкивался с такими косяками что все-таки внутренние клапана вот здесь вот где-то может быть не дожимаются или где-то неправильно там что-то стоит но это уже потом показывает при разборке обязательно для того чтобы не портить наши манометры чуть-чуть поджали то есть пока стрелочка здесь не начала двигаться допустим ну вот к примеру да у нас вы видите да стравилось давление вот этого манометра баллон закрыт дальше мы включаем свой сварочный аппарат берем нашу тик горелку и нажимаем на кнопку для чего это делается поясню для чего это делается для того чтобы стравить давление остаточные которое у нас осталось после закрытого состояния далее выкрутили холостой ход проверили все нормально даже если здесь кто-то откроет здесь будет все закрыто манометр у нас не портится баллон закрыт свободно можем уходить домой и еще такая вещь знаю что многие задаются вопросом как предотвратить стирание вот этой вот поверхности ребята здесь стоит пленочка здесь стоит пленочка по заводу на манометрах не снимайте ее потому что у вас манометры где-то если пыльная будут засоряться и вы будете когда протирать они у вас будут песчинками обтираться для того чтобы у вас если у вас вдруг нету таких пленочек на манометрах возьмите возьмите пищевую пленку она липкая пленка просто вытрите от пыли и аккуратненько заклейте ваши манометры это предохранит так как и вот на компрессоре также и на вот этих вот регуляторах предохранит ваши пластиковые вот можно сказать до стеклышки от стирания от вытирания или допустим от некоторой вот так вот ненужной пыли и грязи и всего остального ну а на сегодня все в следующем выпуске мы рассмотрим сварочный аппарат ELEND WSE200 кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч